38 суток в плену. Жители военного городка в Гастомеле во время самых ожесточенных боев оказались во вражеской ловушке. Сначала городок захватили кадыровцы, а затем российские десантники. Оккупанты держали людей под дулами пистолетов, автоматов. Что пришлось испытать гастомельцев, они рассказали нашим корреспондентам. Вот это вот окно моей кухни. Детская, ее не существует, зал не существует и на той стороне спальня не существует. Александр живет в Гастомеле возле аэродрома Антонов. Именно здесь в первые дни широкомасштабной войны шли самые жесткие бои. Летали вражеские вертолеты, стреляли танки, российский снаряд попал в квартиру. Теперь Александр бездомный, жилья больше нет. Но самое страшное, говорит, произошло, когда городок оккупировали кадыровцы. Смотрю в окно и наблюдаю картину. Через вход идет толпа, где-то человек 80 кадыровцев. Бородатые, с оружием, а тут я такой красавчик сижу с двумя телефонами. Дяденьки не убивайте. Ну что, раздели, обыскали. Вот, обыскали. У меня трезуб на груди наколот. Кадыровцы под дулами автомата выпытывали у Александра, где живут украинские военные и их семьи. Угрожали гранатами, потом взяли в плен. Вводят меня в коридор. Вот, становись на колени, руки за голову. Я становлюсь в своей квартире на колени, руки за голову. Вот, они выходят в подъезд. Вот, выдирают чеку из гранаты, кидают мне ее под ноги. Я из коридора с щучкой на кухню, под мойку, чтобы меня сколками не посекло. Старый говорит, все, успокойся. Старый кадыровец. Это кадыровцы меня кошмарили, разведка. Вот, старый говорит, успокойся. Это была учебная граната, типа там с этом. Там спустили меня в подвал пинками. Идем с Александром в подвал. Здесь люди находились под постоянным прицелом. Кадыровцы проверяли каждого. Телефоны забирали, чтобы отрезать от внешнего мира. Пять суток держали мужчину в кромешной тьме. Сначала мы сидели все здесь, вот, толпой. Много людей у вас было здесь? Ну, да, человек больше двухсот. Около трехсот человек по всему подвалу. Телефоны позабирали практически у всех. У бабушек кнопочные забрали. Раза три из подвала отсюда доставали. Обыскал меня все с это самое, с головы до ног. Вот, одевайся, иди назад. Я спрашиваю, а с чего кипишь? Вот, у вас на вашей стороне подвала есть работающий телефон. А они приборами, это все, разведка у них на спине были эти самые, как их называют, шевроны, разведка. Пенсионерка Надежда тоже была в плену, только на параллельной улице. Семью отправила в столицу, а сама решила спасаться в подвале. Но там попала в руки врагам. Я вот тут спала, вот тут у нас спало четыре, пятый сидел на стуле, спал. Потом полночи проходила, менялись с кем-то. Вот это вот наши места. Там была кухня, готовили. Женщина показывает подвал. Без света и тепла здесь вышивали 70 гастомельцев. Преимущественно старики и женщины с детьми. До сих пор повсюду разбросаны матрасы, одеяло и вещи. В плену умерла учительница математики. Она пролежала до утра, ее похоронили во дворе. Детей, по словам Надежды, кадырцы фотографировали якобы для соцсетей. Под зорнким взглядом боевиков. Где-то, по-моему, перед 8 марта. Пока мы были на улице, то они и снимали детей. Они там с ними разговаривали, конфеты им давали. И снимали. Маленькую на ручки брали. И как раз этот командир их ней... Это ко мне приезжали с СБУ, спрашивали. То я командира опознавала. Так он специально взял на руки и с ней... Типа, вот смотрите, какой я хороший. Лишь раз Надежде боевики позволили выйти в дом за вещами. И только в сопровождении конвоя. Там уже хозяйничали кадыровцы. Обустроили у нее штаб. Я когда зашла, вы знаете, кадыровцы... А их человек всем... Ну, я точно не считала, но так много их было. Но вы знаете, они вышли... Я даже не знаю, что я взяла, в принципе. Глаза стеклянные. Они, видно, что-то курили. Я не знаю, что я брала. Я думаю, мне быстрее отсюда уйти. После двух недель оккупации Гастомеля кадыровцы сменили российские десантники. Большинство людей под давлением они вывезли в Беларусь. Оставшихся, а их более полусотни, захватчики не отпустили. Успевали и мародерить. Рюкадыровцы уходили. Они, в принципе, они вот бедлам... Может, они там деньги забирали, там золото. Это я не могу сказать. Но они такое не несли. Ни телевизора они не брали, ни стиральные машинки, ни ничего. А русские уходили. Колонна идет, нагружена, просто нагружена. Оборужена всем. И мы стоим, и идет танк. И так только на нас раздуло. И нас, как ветром сдуло, все шух и в подвал. Ну, страшно было. Думаю, сейчас возьмет и выстрелит. 38 дней. Именно столько были в плену Надежда и Александр. Именно столько жили под постоянными обстрелами. Говорят, все, к чему коснулась рука расистов, разрушена. Оба и Надежда, и Александр теперь без крова. Но счастливы, потому что выжили.